Всем привет! С вами снова Элина, и я снова в Голландии. И сегодня я хочу вам рассказать о книге «Пять языков любви» Гэри Чепмана. И также я хочу попробовать провести на собственном опыте, так сказать, тренинг в этой книге. Если вам это интересно, оставайтесь со мной, я вам расскажу немножечко подробнее об этом. Гарри Чепман считает, что так же, как люди говорят на разных языках, у любви тоже есть несколько языков. Он выделяет их пять. И эти языки следующие. Язык помощи, язык времени, язык комплиментов, язык подарков и язык прикосновения. И он считает, что если вы определите, на каком языке говорит ваш партнер, то ваши отношения значительно улучшатся. И что даже если ваши отношения совсем уже плохие-плохие-плохие, то благодаря вот этому языку любви вы сможете ваши отношения восстановить и сделать их гораздо лучше. Я очень люблю разного рода эксперименты и тренинги, поэтому решила на собственном опыте, а точнее на собственном муже посмотреть, какой же язык любви подходит именно ему. Мне кажется, что это язык помощи, поэтому именно с него я и начну. На самом деле, я решила, что каждую неделю я буду пробовать новый язык и делать что-то именно связанное вот с этим типом языка. И посмотрю, как на это будет мой муж реагировать и просто опишу это в своих видео. Если вам, девчонки, это интересно, поэтому наблюдайте за этими видео. В конце каждой недели буду выкладывать и докладывать, как что действует и действует ли это вообще. Ну, расскажу немножечко про каждый из языков. Есть люди, которые воспринимают любовь через помощь. И, например, если вы своему мужу или своей жене помогаете по дому, не знаю, мойте пол, готовите ужин, что-то вас, если попросили по работе помочь, вы помогаете. В общем, вы делаете то, что человек вас просит, то этот человек будет думать, что вы его любите и что свою любовь выражаете вот таким вот, может быть, для кого-то странным образом. Если вы не будете помогать своему близкому человеку, и человек говорит на языке помощи, то он подумает, что вы его разлюбили, вы его не любите и не уважаете. Поэтому, если у вас именно такой муж или такая жена, и вы хотите выразить свою любовь, пойдите помойте пол, пойдите почистите раковину, или просто прислушивайтесь к тому, о чем ваша половинка вас просит. Второй язык любви — это время. Для таких людей очень важно, чтобы вы свое время им уделяли. Вы можете говорить комплименты, дарить подарки, это будет не настолько важно для этого человека. Но этому человеку важно, чтобы вы уделяли время. И не так, например, когда мужчина смотрит футбол, и вместе с этим он сидит и со своей женой пытается разговаривать. Нет, это не есть уделение времени. Вы должны посвятить свое время полностью. То есть, если вы выделяете несколько часов, вы должны эти часы провести вместе и ни на что не отвлекаться, ходить вместе в театры, в бассейны, в кино, я не знаю, куда угодно. В общем, проводить время вместе и дарить свое время вашему близкому человеку. Тогда он будет читать, что вы его любите. Но это только для тех людей, кто говорит на языке любви время. Есть люди, которые воспринимают любовь только при помощи комплиментов. Если ваш муж или жена такие, то вы должны все время делать комплименты, говорить, ой, какая ты дорогая, красивая, как ты похудела, как ты похорошела, постройнела, я не знаю. Любимый, ты такой чудесный мужчина, так классно работаешь, не знаю, у тебя такие красивые, накачанные, мускулистые руки. То есть, эти люди воспринимают именно любовь, когда вы им говорите хорошие слова, когда вы их поддерживаете. И все исключительно вот словесно на таком вот уровне. Для них это очень важно. Четвертый язык любви — это подарки. И как мне кажется, это мой язык любви, хотя я на 100% в этом не уверена. Издревле было положено дарить подарки. Это значит, что человек о вас думал и купил что-то для вас в тот момент, когда думал о вас. И также, когда этот человек далеко, вы можете думать о нем, когда смотрите на его подарки или когда носите их. Например, когда мужчина подарил вам колечко, серьги, и вы их носите и думаете, это же мне мой любимый подарил. И, в общем, на самом деле здесь очень такое символическое значение. И не только потому, что есть, не знаю, меркантильные там женщины или мужчины. На самом деле дело совсем не в этом, потому что это все очень символично, то, что связано с подарками. И такой человек, который воспринимает выражение любви с помощью подарков, будет очень рад, когда вы что-то ему подарите. Причем не важно, что это маленькое или что-то большое, может быть, вы сделали это даже своими руками, это не настолько имеет значение. Единственное, что, если вы очень богатый человек, и вы подарили, не знаю, что-то там на один доллар, то, возможно, ваша половинка воспримет это так, что вы жадничаете, и вы на самом деле не любите, что вам даже жалко денег потратить на любимого. Вот такой тоже интересный способ выражения любви. Ну и последний, пятый способ выражения любви и язык любви — это язык прикосновений. Не только прикосновений, конечно, это может быть что-то также более интимное, но те люди, которые говорят на этом языке, они любят, когда даже вы где-то не дома, может быть, на публике, они любят все время поцелуйчики друг другу делать, обнимать друг друга, держаться за ручки. Вот такие вот люди, они воспринимают вашу любовь, любовь с помощью прикосновений. То есть, когда вашему мужчине или женщине нужно, чтобы вы все время обнимали, когда пришли с работы, поцеловали, погладили по головке, не знаю, в общем, что-то такое. Вот эти люди говорят языки прикосновений, и если вы хотите выразить свою любовь вашей половинке, и он говорит на этом языке, вы должны чаще прикасаться друг к другу. В общем, я не буду пересказывать всю книгу, я думаю, что она достойна для того, чтобы ее прочесть, поэтому я вам ее настоятельно рекомендую, особенно если вам интересны какие-то улучшения ваших отношений с вашей половинкой, я думаю, вам это будет очень интересно, и мне кажется, она является бестселлером, и у нее очень высокие рейтинги, поэтому почитайте эту книгу обязательно. А кому интересно, вы можете следить за моими тренингами, тренингом, которые я провожу, или делать это тоже со мной, если вам интересно это делать, потому что это не занимает особо никакого времени, и это скорее наблюдение, чем что-то либо еще. Только что была в магазине, вот, сижу, кофе пью, отдыхаю, кстати, рекомендую очень вот такие печеньки, это Butter Lemon Cookies, в общем, это печенье, которое сделано вручную, они с лимонными цукатами, и как бы они как на масле сделаны, что ли, на сливочном. И вдруг где-то такие подобные продаются печенья, они просто нереальные, всем рекомендую. Сейчас покажу, что я купила, не так много на самом деле, поэтому это мини-холл. Я купила такую вот подводку для глаз от ETHOS, у нас есть два магазина косметики, это ETHOS и CRU2, которые такие бюджетные, и у них есть, по крайней мере в ETHOS точно, как я узнала, у них есть своя линия косметики, и вот я сегодня решила попробовать взять, стоит всего 4 евро этот карандаш, и, в принципе, мне кажется, он очень так рисует четко, без разводов, и довольно-таки быстро сохнет, и очень такой насыщенный черный цвет получается, но на глазах я еще не пробовала, поэтому скажу вам, если будет интересно, чуть позже, насколько мне он понравился. Также я проходила мимо магазина натуральной косметики, не только косметики, в общем, но всего натурального, и совершенно случайно увидела акцию, что по 3 евро можно купить две такие масочки, одна, значит, я не знаю даже, как перевести на русский, в общем, мне кажется, это облюпиха, а, ну я знаю, облюпиха и ягоды Годжи, как я поняла, а это масочка с икрой, я обожаю икру, когда мне вернут мой чемодан, который так и не пришел вчера вместе с самолетом, там есть баночка икры из России, пока ее нет, я вот буду маску для лица с икрой делать. Мне кажется, они должны быть хорошие, с икрой, как правило, все хвалят, маски и кремы и все такое, в общем, надеюсь, что мне понравится, по крайней мере, должно быть натуральным. Еще я купила вот такую подставочку для колец, я как бы не планировала, но когда я увидела корону, и как вы, девушки, наверное, понимаете, что каждая девушка считает себя принцессой, как минимум, а то и королевой вообще, я, конечно, не смогла мимо нее пройти, так что вот колечки теперь буду на такую тарелочку с короной складывать, классно. И еще купила себе вазочку под зубные щетки и пасту, тоже такая мне понравилась. Ну что, я благодарю вас за просмотр и надеюсь, что вам было интересно, и, кстати, если кто-то вдруг тоже начал этот тренинг, может быть, со мной вместе, или вы уже знаете, на каком языке говорит ваш мужчина или ваша женщина, напишите мне в комментариях, мне будет интересно. И спасибо за ваши просмотры, и увидимся в следующем видео. Пока!